Если кто-то привык думать, что войлок о валянии это только валенки, то пришла пора удивляться. Наталья Карацупина из Кемерово создает из шерсти летние и вечерние платья, легкие воздушные блузы. Мы видим на шелке шерсть и вискозы, тончайшие шарфики. Я думаю, что если мы возьмем колечко, мы сможем его пропустить. Войлок в зависимости от технологии может иметь стретч-эффект, может быть твидовый эффект. Также мы можем сделать и тончайшее летнее платье. О главных свойствах войлока, терморегуляции, гигроскопичности Наталья рассказала мастерицам Хакасии. Ее мастер-классы, небольшая лекция, очень заинтересовали валятельниц. Информацией они поделятся и со своими учениками, и партнерами по производству. У детей действительно горят глаза, им очень это нравится. У нас в центре курс обучения три года, и я вам скажу, некоторые дети не хотят уходить после трехлетнего учения. То есть они продолжают заниматься и увлекаются. Я модистка, я делаю головные уборы. То есть шляпки, шапки и тому подобное. А Наташа приехала, она делает одежду. И мне интересно, поэтому я пришла к ней на мастер-класс поучиться делать одежду. Встреча мастериц двух регионов стала возможной благодаря проекту «Степной путь кочевника». Главная его задача не только привлечь внимание к национальному ремеслу, но и помочь тем, кто уже освоил многовековые технологии, развить сеть реализации одежды, украшений, аксессуаров из шерсти. Гостья из Кемерово рассказала, как заинтересовать подписчиков соцсетей экологичным материалом, который способен воплощаться в любую форму. И тогда... Люди уже начинают жить вместе с тобой войлоком. Они уже примеряют на себя войлок. И тем самым потихонечку подходит к тому, что либо попробуют свалять себе это изделие, либо уже приобрести заказать. Наталья все-таки стетует. Большинство покупательниц ее интернет-магазина из Европы и Америки. Но ведя интерес к мягкому шерстяному искусству, надеется, что благодаря энтузиастам и таким проектам, как Степной путь кочевника, ситуация может измениться. Наталья Данина, Мария Мишнина, Антон Михайлов, РТС. Это новогодний костюм белого медведя.